Субтитры делал DimaTorzok 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 Сюда, нос вставляется под это, под лобную часть. Глаза вставляются под лобную часть. Вот здесь вот посредине находятся лобные бугры. И по лобным буграм определяется середина глаза. Теперь волосы. Волосы начинаются как правило. Вот в соотношении вот это, это. И на таком же уровне волосы начинаются. Пока что-то не выяснилось. Теперь нужно вот это место, вот челюсть, вставить в шею. Шея у человека направлена вот так. Вот так вот она. Не так полом, как делает, а вот так. Почему она так? Потому что вот здесь мы видим кадык, а позвоночник уходит туда. Вот здесь вот позвоночник, ногу ногу. И вот эти мышцы, сильные самые мышцы, которые держат голову, вот эти мышцы, они крепятся к части черепа, находящейся за ухом. Вот это вот специальные такие отростки на черепе, к которым крепится самая сильная мышца. Она держит голову и поворачивает ее. Вот это вот мышцы. Вот она идет вперед и прикрепляется к ключице. Вот, вот видите, вот. Вот, на нем хорошо видно. Вот, смотрите. Вот у него камера. Вот она вот эта мышца. Вот они прикрепляются к ключице. Вот ключице. Понятно, да? Значит, вот эта мышца. Вот здесь в диамете кадык. Можно кадыка не будет. Потому что есть, например, у женщин, как правило, это не бывает. У всех мужчин тоже, не у всех мужчин бывает кадык. Вы понимаете, да? Потому что вы сейчас будете лепить каждый. Вот сейчас мы дойдем до характеристики уже. Сейчас это просто вот болванка, голова вообще. Голова вообще, но она имеет какие-то определенные точки, по которым вы ориентируетесь. Значит, вот смотрите. Теперь, когда мы сделали вот эту конструкцию, вы сейчас ее сделаете на ваших, вот, может быть, вы успеете за сегодня сделать. Дальше идет характеристика. То есть вы делаете не просто вот делай конструкцию, дальше вам надо сделать вот то, что вы выбрали. Потому что у каждого человека по-разному устроен нос, глаза, рот, ширина лица, ширина лба, покатость лба. То есть все абсолютно разное. Значит, если у вас покатый лоб, у вас, соответственно, будет и вот это устройство, другое. Значит, вы смотрите, где у вас там острый нос, вот сильно развито вот это вот. Или, может быть, это сброшен вот больше так. Вот такой лоб может быть. Видите, он сразу меняет. Можно совсем его сделать там, как у Ленина, он может быть вот такой. Но когда вы сбрасываете вот это, то у вас это отражается вот на этом. Понимаете? Потому что не может быть голова, чтобы она как из конструктора, чтобы у нее были разные детали из разных конструкторов. У головы всегда все ее части соответствуют ее конструкции. Значит, когда вы будете смотреть, почему нужен профиль? Потому что вы должны определить голову. Вот вы знаете, когда вы лепите, допустим, ну, куб. Вам не надо рассказывать про куб. Вы его понимаете. Вот чтобы лепить вот эти вещи, надо их понимать. Надо не просто посмотреть вот. Ну, посмотрели. Тем более, что фотографии там ретушировали. Вы должны понимать, что вы лепите. Как куб. Я знаю, как слепить куб. Мне не надо объяснять. И вам не надо объяснять. Никаку не знаю. Вы прям берете и лепите куб. Или шар. Или треугольник. Почему вы лепите без, не глядя куда? Вам нужен только размер. Да? Размер. Почему? А потому что вы знаете его. Вы его понимаете. Вот так же точно здесь тоже можно понять. Здесь очень сложно. Но то же самое можно понять. Потому что каждая отдельная форма, она самостоятельна. Она похожа на что-то. Она, вы ее, когда начинаете ее отдельно делать, она вам, например, вы стараетесь ее вписать в какую-то простую форму. И только потом ее высложняется. Понимаете? Вот мы с вами решили. Что вот мы сейчас будем делать вот такую конструкцию. До сих пор вы начинаете прокладывать, определяете середину, определяете ось, определяете размер носа, губ, определяете переломы. Вот которые, я вам сказала, вот здесь вот, допустим, вот перелом передней части проходит вот здесь. Вот здесь специально в черепе есть такая вот эта линия. Она образуется плазной впадиной. Вот у некоторых очень ясно это видно. Вот, по-моему, у вас это ясно. Ну-ка уберите, пожалуйста. Вот, видите, не очень ясно. Вот ее можно пощупать. Можете сами пощупать. Вот это вот место глазной впадины, вот оно ощупывается очень четко. Вот у Арсения тоже видно. У Арсения тоже гордецов, дай бог сколько. Вот, вот у Арсения, как хорошо видно. Смотрите, вот у Арсения, очень хорошо видно вот это вот перелом. Передней части лба и на боковую к вискам. Вот как хорошо видно, да? А другой стороны оттенется тут шишка. И с этой стороны тоже видно. Так же точно видно. Все. Значит, вы делаете вот здесь вперед лба, а здесь ломаете этот лоб. То есть, если вы не сделаете вот здесь вот эту грань, у вас все будет плыть. Чтобы не плыло, вы делаете вот эту вот грань. Теперь здесь то же самое. Видите, вот это вот самые высокие точки. Вот эти. Вот эти самые, у всех самые высокие точки. Вам видите? Вот это вот, то есть. Да. Вот боковые. Напротив, напротив уха. Высокий. И здесь самая высокая точка. Напротив уха. Значит, вы уже знаете, когда вы сейчас будете прокладывать, вы прям взяли нарисовали, все. Здесь у меня самая высокая, здесь у меня самая высокая, здесь самая высокая, и все. И вы уже сделали то, что вам надо. Да? Теперь сзади вы знаете, что у вас здесь вот самая высокая тоже. И пошли вниз, череп отсекли. У некоторых он сильно подсекается, видимо. У некоторых он совсем по прямой, там сильная шея есть. Все. А дальше мы с вами будем разбираться уже в характеристике. Да? Сейчас вы строите вот эти вот, вот такие вот, балбешки. Да? Сможете? Будем стараться. Сразу себе. Мучились, да? Вот так. А если вы туда попали? Вы определяете, да? Где у вас? Вот это у вас спад. Вот смотрите, вот это у вас шея. Значит, у вас отсюда, вот фаз. Вот здесь вот. Видите? Много. Вот здесь лицо. Да? Значит, давайте шубим. Конечно, взял или какую-то форму просто античную волну. Или какого-то живого человека. Потому что вы ни на что не смотрите. Да. Чтобы смотреть. Чтобы смотреть на что-то. Потому что, когда лепишь, нужно видеть форму перед собой. А не фотографию плоскую. Ну да. Мы на Костю буду смотреть. А? На Костю. Ну да. Вот это самое. Когда вы рассказали, было очень все хорошо. Понятно. Спасибо. 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 А предмет вашего интереса сейчас? Вы хотите просто так попробовать один день, да? И все. Ну и что? Не влюбиться. А все. У нас находятся челюсти. Жевательные, да? Ну вы уж нас оставьте пока. Вот. И мы определили хотя бы размеры. Вот. Вот мы ее. Вот. С маленькой. Вот. Вот она. Непонятно никого похожа вообще. Смотрите, что у вас получается. У вас получается, вот мы мерили с вами, да? Вот эта вот, вот эта середина, вот середина, да? Вот мы сейчас померяем. И увидим, что у вас столько вот здесь вот, что не хватает немного головы сверху. Помните, мы говорили, что вот эта самая середина, вот прям сразу меряете, вот у вас середина. Да. И вот в соответствии с этим вы сейчас набираете, чтобы у вас не было слишком большая, тяжелая челюсть какого-то неандертальца. Делайте, чтобы все-таки голова была человеческой. Это нелегко. Но вы не торопитесь, потому что вы не сможете слепить за час Карла Маркса или Линны. Не сможете никак. Но если вы будете лепить спокойно и думая, что вы делаете, то вы получите от этого пользу, удовольствие и будете что-то запомнить. Какой лес вот это идет? Вот это? Куда? Вот это? Нет, там, в голове. Куда это идет? И это идет вот сюда. Вот симметрично. Вот эти вот отростки, которым крепятся главные мышцы, держащие голову и ушные раковины. Все должно быть симметрично. Если вы хотите правда что-то слепить, то вы можете взять вот эти фотографии. Каждый вот этот, который хочет слепить. И попробуйте вот эти фотографии рассмотреть, увидеть. Понятно я понимаю, да? То есть увидеть от всей него. Да. Я споглядываю. Хотя бы сделаю лоб. Весь лоб. У него хороший квадратный лоб с такими шишками. Я смотрю, вот у него, смотрите, шишки. Смотри, как хорошо выражено. Но сначала, сначала и бока, и весь череп. У него хороший, красивый, красивый наполненный череп. То есть сделай ему череп весь, не раздувай его в ширину. Ухо, оно имеет размер какой? Вот ниже носа. И вот здесь. Вот это размер уха. Я вам показываю, какой размер уха. Вот это вот размер уха. И стоит оно всегда под наклонами. Вот так. Вот оно. Вот это ухо. Вот видите, какое? Вот. Вот такое. Оно может торчать. Маленькое? Да. Оно может торчать сильно сюда, полизать. Вот ухо. Вот сюда. Но здесь вот размер его не может быть больше. Не длинный нос, но нос он короткий. Да, но плохо. Долбунь, иначе сделайте. Теперь вот это ухо. У него торчит это место. Вот это вылезает, вот сюда это место. Вот смотри. Вот вы смотрите, да? Вот у него очень четко все сделано. Видите? Вот у него прорези. Та точно находится на одной пенце, да? Ну, прямо исключительно. Просто замечательно все. Нос у него на переносице. Вот перенос. У него такой горбатый, очень такой красивый формы. Такой нос. Здесь вот видите, как четко вставляется нос. Ну, хотя бы просто возьмите и обозначьте его. Вот как он. Он же ведь такой вот, правда? Он вот такой. Он просто вот такой. Грубо говоря. Вот такой нос. У него вот эта вот внутренняя, вот эта верхняя челюсть. А эта наоборот. Видите, у него вот эта вот выпирает вперед. Подбородок. Подбородок. У него кровь с его прочее. А что это же? У него наоборот. Вы должны посмотреть, как он в сторону. Причем на него, посмотрите. У него глаза опущены вниз. Часов 7-8. Не прерываюсь. Что-то получится. Маленькие, они еще куда-нибудь держат. А такой размер большой, он уже не хочет держать. Он всплывает. Видишь? Все, всплывает. Давай другой. Покрытие. Нормальные, кругленькие глазки. Ну вот я этого не вижу. Мне кажется, что у него глаза с опущенным веком. Ну веки вверх немножко нависает, а внизу немножко какое отекшее. Вот это вот и надо делать. Делайте ему здесь вот губу. Куда вы ее лепите, эту губу? Это не губа. Губа? Нет, это не губа. Губка. Губа у него выше, мне кажется. А я вам говорила, вы лепите фаз, осмотрите отсюда. Тогда увидите, что это у него не губа. А это на губе что? Вот. Вот теперь губа. Вставляйте его вот это место. Делайте ему вот так прямо. Вот так, понимаете, вот прям. Да. Такой квадрат. Прямо делайте ему этот квадрат. Вот сначала вы просто делайте, чтобы у него просто лицо было открыто. Вот, открыто лицо. Делайте вот это вот. Пока. Хотя бы. И когда лепите, вот вы сейчас будете лепить фаз, у него же не так широко, как будто он здесь держит, держит, как хомяк, что-то набрал. У него нормальный, нормальный щек. Ну, вы вне конкуренции. У вас хорошая конкурентка. Она не видит. Давай вам. Ну, хорошо. Разрешите мое дело. Что вам надо заниматься. У всех. Почему-то вы все заканчиваете голову вот здесь. А здесь заканчивается только глазница. Вот только глазница тут заканчивается. А сама лава, с собой тело, вот идет здесь, в лицо. Вот, идет прямо до уха. Потому что здесь висок. Все не любите делать высокий лоб. Вы все почему-то его присаживаете. Сверху вниз, наверное, смотрели. Ну, вот это да, это плохо. Вот возьмите, нарисуйте там. Можете вот так же, как нарисовать. Глаз, все. У вас получается глаз. И нарисуйте здесь глаз. У него небольшие такие глаза, глубоко сидящие. И когда вы наденете очки, он будет все равно смотреть на мой ответ. То есть не надо лепить глаза, потому что вы глазами запутаетесь. И можете их не того размера слепить. Просто нарисуйте их. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Так что вы, мне кажется, ну иначе. Ну иначе. Я стараюсь. Я стараюсь. Просто нарисуйте. Я стараюсь. Вот так. Я стараюсь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...